Самыми активными избирателями по-прежнему являются граждане преклонного возраста. Именно они стали первыми участниками выборного процесса. Люди среднего возраста стали появляться на участках уже после полудня. Ну а молодежь по привычке процесс выборов игнорирует. Время после полудня на избирательных участках в основном те, кому сильно «за». Чего они ожидают от выборов? Не знаю. Ничего хорошего, по большому счету. Ой, надежда всегда последняя умирает. Ждем, что будет лучше. Ждем. Ждем с надеждой. Лучшей жизни для своих правнуков. У меня две правнучки. Вот я из-за этого пришла, мне 75 лет, пришла проголосовать. Чтобы им было спокойно и чтобы в нашем городе наступил наконец-то нормальный образ жизни. Зато внуки и правнуки лучшей жизни, для которых так ждут пожилые избиратели, что-то на выборы не торопятся. Должны пойти. Уговаривали детей, ну и внучку, и дочку. Ну, посмотрим, как они. Этот избирательный участок расположен в Приморском районе в помещении 57-й школы. Глава комиссии Людмила Бебешина уверяет, из двух тысяч избирателей на этом участке четверть уже проголосовала. Но если процесс голосования проходит традиционно, то, что касается самих комиссий, в них есть определенные изменения. Только половину входящей в состав комиссии людей имеет соответствующий опыт. Комиссии меняли состав очень часто. Вот почему-то в эту избирательную кампанию очень менялся состав. Два дня назад было мало людей, было 11 человек реальных. Так, как будто бы комиссии полные, там по списку. Но мы все время звонили по партиям и приглашали, и своим в окружную комиссию кураторам звонили. То есть, ну, нам же предстоит работать, поэтому мы волнуемся, чтобы были обязательно все члены комиссии. Вот прислались, но это неплохой результат, что в конце концов 17. Еще одно новшество этих выборов – бросать в урну по одному бюллетеню. Почему – узнаем у опытного наблюдателя Федора. Почему мы просим бросать по одному, так как могут вынести какой-то бюллетень, когда они бросают в кучу. Три бюллетня всего идет. Один на горсовет, один на облсовет и один на мэра города. Когда они бросают всей кучей, то могут какой-то вынести, забрать с собой, и мы этого не заметим. К слову, наблюдатели заметили и одно явное нарушение. Некоторые люди фотографируются с бюллетенем. Да, подходили, просили сфотографировать. Ну, как они, сами с бюллетенем, каким образом все это происходит? Подходили, фотографировались с бюллетенем, как бросают в урну. И все-таки вряд ли большинство людей приходят на выборы ради некой мзды или гречки, даже если не слишком верят в то, что выборы будут честными. Трудно сказать, чтобы и нынешней власти не было. Если честно, не очень. Вообще не рассчитываю на изменения. Но вы, тем не менее, пришли, выполнили свой долг граждан? Да, я считаю, что моим бюллетенем никто не должен воспользоваться. Я очень болею душой за Одессу. И мне очень хочется, чтобы город стал более светлым, более радостным, чтобы с Одессой воспринимались не только одесские шутки, которые когда-то давно придумали, но это был город очень достойный, достойный восхищения, достойный отдыха. И то, на каком уровне сейчас Одесса, грустно. Главное – прийти 25 октября на избирательный участок и проголосовать. Молчание – всегда знак согласия. Не молчите, пусть ваш голос услышат.